Своё непутёвое детство я провёл, как говорят, в зоне риска. Мать следила за каждым моим шагом. Любое отклонение от нормы вызывало у неё истерику. Всё из-за преждевременных, родов и глупых бабских страхов. Я не общался с другими детьми. Рисовал бесспорных уродцев вместо портретов мамы и папы. А на праздник подарил матери дохлого воробья, у которого с интересом выдёргивал свечечные лапки. Также по какой-то неведомой причине я категорически отказывался есть вареную пищу. Всё, что подвергалось варке, мясо, супы, каши, вызывало у меня просто настоящий припадок. Вот так я и попал в список детишек с подозрением на шизофрике. В целях профилактики врачи навязали мне специальный режим. Прогулки строго по расписанию, примитивные игрушки, наглядные книжки, разжёванные по буквам. Говорили со мной осторожно, как спуганной собакой. Мать сильно перебарщивала её выпученные от усердия глаза и круглый рот, которым она выделяла каждый звук, будто я был каким-то дебилом, я помню до сих пор. Таким образом, болезнь была побеждена, а проще говоря, задавливала. Я пошёл в обычную школу, как и все прочие дети, а родители вздохнули с облегчением. На протяжении 8 лет я жил своей жизнью с её будничными неожиданностями и проблемами. Чётко, как на записи, я помню день переезда. Мы перебрались в новую квартиру с появлением сестрёнки, нянчить которую позвали бабку. Нам понадобилось больше квадратных метров. Серая высотка, запах мочи в подъезде, раздолбанные качели во дворе. Но сама квартирка была неплохой, да и пространства стало гораздо больше. Затащив в квартиру последнюю коробку с вещами, я пошёл полоснуть руки. При том, что всё в помещении уже было отремонтировано. Ванная комната по-прежнему ещё казалась запущенной. Грязная кафельная плитка, разводы ржавчины, замызганная ванная в общем. Я открыл кран на полную и тут же заорал от боли, как от неожиданности. Руку ошпарило самым настоящим кипятком, кожа покраснела. Встукся большой водянистый волдырь. Я потом ржал, как идиот. А потом дразнил брезгливо кривящуюся мать. Грозя проткнуть волдырь большой иглой. Сказал отцу, что стоит выяснить насчёт труб. Но в последующие разы вода была уже нормальной температурой. В первую же ночь я проснулся поздно. Мне приспичило отлить. Я попрёл по тёмному коридору босиком. Но на полпути я остановился возле ванной комнаты. Дверь была приоткрыта, а я с удивлением понял, что оттуда странно пахнет чем-то съедобным. Я без каких-то задних мыслей включил свет и зашёл внутрь. Ванна была до краёв наполнена какой-то маслянистой водой. Блестящие круги жира плавали на поверхности. Прищурившись от яркого света, я склонился над этим бульоном и повернул голову вправо. Мы встретились с взглядом. Белые выпуклые глаза женщины были похожи на два вкрутую сваренных яйца. Бескровная кожа словно покрыта слизистой плёнкой. С головы кожа частично облезла. На белой кости черепа пузырилась кровь. Я не мог орать. Горло словно распухло. Из него вырвался только шалкий и унизительный звук. А это мерзкое нечто неожиданно раскрыло свои вздутые толстые губы. И в точности повторило этот звук за мной. Я отшатнулся и упал на спину. Благо позади была стена. Сильно приложившись затылком, я рванул за дверь. Хлопнул ей изо всех сил и закрылся в комнате. Меня трясло. Я даже не знаю, от чего больше. От вращения, страха и дикости всего происходящего. Я не стал никого будить. Да и что бы я им сказал. Как? Мне всё казалось, что если я усну, оно выберется из ванной и тоползер на своих сваренных мягких конечных. До кровати. И стоит мне открыть глаза, надо мной окажутся умертвевшие белые глаза. Но под утро меня всё же вырубило. Проснувшись, я первым делом направился в ванну. Как и любого доморощенного знатока ужасов, меня подкупал дневной свет. Ванна была пуста, ни воды, ни жирных потёков. От матери я получил нагоняй за то, что шумел ночью. Про шишку на голове пришлось соврать, что в потёмках ударился Адуэль. Думаю, меня деморализовало именно ощущение нелепости происходящего. Смесь отвращения, жалости. Как будто смотришь на лежащую посреди шоссе собаку с разморжённой головой, в которой в агонии подрагивают лапы. Что бы там ни было в ванной, оно казалось беспомощным, но при этом внушало страх. Помятуя о своём нервном детстве, я опасался даже пошутить на подобную тему. И ещё не хватало, чтобы меня упекли в лечебницу. И какой из этого выход не мыться, что ли? Священника вызывать? Да в крестоносцев я верил ещё меньше, чем в призраков. Несколько ночей ничего не происходило, хотя пару раз я проходил нимо ванной ночью. Ни запаха, ни всплеска воды. Я был уверен, что пока я за пределами той комнаты, всё будет в порядке. Поэтому, когда мы сели за стол, чтобы поужинать, а я вдруг поднял взгляд и увидел в кухонном проёме мокрый, гулый труп, из которого ранными лохмотьями свисала кожа, я заорал. Точнее, попытался. Льда пошла вверх, я подавился и с минуты не мог дышать. Это не было похоже на призрак. Она стояла там, как настоящая, такая же осязаемая, плотная на вид, как и я. На теле не было ни единого волоска. Отчего прорезиненная кожа казалась ещё белее. Такую кожу я видел в белуке. Ниже коленей и локтей мяса не осталось вообще. Только обнажившиеся кости и лохмотья кожа, свисающие скрученными спиралями. Немного сохранились в ладони и ступни. И она пахла, как грёбанный мясной суп со специями. Как вареное мясо. Я начал смеяться. Я понял, что от этого запаха у меня, а ведь я ещё не успел поесть, урчит в желудке, скручивает желудок. Потом меня отбаивали бабкиным вариваем, вкололи что-то ниже поясницы. А волчий материнский взгляд ясно передавал отцу, что это опять началось, я в этом уверен. Я так и не смог объясниться. Вот вы откуда-то приходите домой, занимаетесь своими делами, живёте со своим мнением на всё, на вся, которое, конечно, и кажется вам единственным, верным. А вот о вашу жизнь разбивается нечто, что не укладывается ни в какие рамки и существует само по себе, как дурный сон, в котором самая страшная – нелепость происходящего, лишающая вас возможности действовать здраво, просто сесть за стол с умным лицом, набрать нужный номер или посоветоваться с другом. Меня мучает стыд. Но страх тоже не рассосался. Ночью я долго думал о той женщине. И предчувствие того, что я её увижу вновь, нисколько не унимало тревогу и бессильную слость. Да, я увидел её ещё раз, уже утром, когда зашёл опала смылькового под холодной стройей воды. Она всё так же спокойно лежала в ванной. А затем её рука, наполовину оголившая кость, вдруг поднялась над водой и упёрлась размягчённым пальцем в стену. Это выглядело, словно переваренные сосиски. Я думаю, она пыталась что-то накорябать на стене. Но пальцы просто гнулись, а потом мясо расползлось и остались только тонкие костяшки. В воде плавали роговые пластинки выпавших ногтей. Я плевал за дверью ванну. Привет, детство. Меня снова воротило от вареной пищи. На вареную курицу я вообще смотреть не мог. А белая кожица в пупырышках, покрытая слизью, если взять кусок вареного мяса и разделить его на волокна, всё это будет похоже на то, как кожа отслаивается тонкими полосками. И тошнотворный супный запах преследовал меня везде. Теперь по ночам я ощущал, что меня словно варят заживо, но не целиком, а постепенно. Странная горячая тяжесть. Это кто-то кладёт раскалённые металлические блины-штанги то на мою руку, то на мою живот, то на мои ноги. Казалось, поднеси я тогда руки к лицу, и я увижу только ошпаренные белые культяпки. Ванная комната находилась за стеной. Я знал, что она там, и что если ей очень захочется, она-то ползёт до меня куда угодно, волоча за собой остатки ног. Я не вставал с кровати уже пять дней. Иногда сознание прояснялось, и мне хотелось куда-то бежать. Тошнило от того, на что я стал похож. Ещё и бабка со своими травами и рецептами рассказывала, что ко мне ужас прицепился. Ужас выбирает тебя по каким-то своим причинам. Словно садится на шею. Пока не расправишься, донимает по-всякому. А я вроде как в зоне риска. Роз восприимчивый. От того-то оно вот это вот и всё. Ужас не то, чтобы вездесущ, но часть тебя, и если вы думаете, что стены родной комнаты или даже подземный геймкер нас спасут, это просто великая сила самоубеждения. Ну, как крест против вампир. Мёртвым плевать на своё прерванное прошлое. Наверное, для них жизнь всё ещё продолжается. И они просто заполняют образовавшиеся пустоты. Я попросил отца узнать, кто был предыдущим владельцем квартиры. Не случалось ли здесь чего? Да хоть у соседей спроси. Те, кто продал нам квартиру, жадные шапки, слова не скажут. Отец молчал некоторое время, а затем, не задав ни единого вопроса, встал и куда-то ушёл. Так мы всё и узнали. Её звали Марина, ей было 26 лет. Она жила здесь с маленьким сыном. Мы, кстати, тёзки. Он тоже Влад. Она ушла от мужа, запоенного пьяницы, отмотавшего два срока за кражи и изнасиловавшего. А затем внезапно ударившегося в религию. Какая-то секта прибрала его к рукам. Соседи говорили, он частенько сюда наведывался, пытался взломать дверь. Когда не выходила, орал про жены всякие гадости, что она проституткой работала, у шофёров сосала за 100 рублей. Пока женщина в слезах не открывала ему, чтобы никто не слышал эти гадости. Бил её. Это соседи тоже знали. Такого никто не ожидал. Вечное оправдание было. В общем, крыша у этого мужика совсем стала подтекать. И Марина, видимо, пригрызила ему милицией. Говорят, сначала он ошпарил её кипятком. Плеснул из чайника в лицо. И то ли в пьяный раж вошёл, то ли ещё что-то. Ему это понравилось. Может, то, как она визжала. Но он запер женщину в ванной и поставил на большой огонь все кастрюли с водой. Все, которые нашёл. А затем уже в ванной пустил горячую воду и начал играючи топить свою жену. Пока не закипела вода. Марина была ещё жива, когда он её обваривал раз за разом. А притихшие соседи за стенками слышали только пьяные выкрики мужчины. Что-то про грешницу, про кипучую смолу. Особого значения этому никто не придал. Но трёхлетний мальчик целый час заходился плачем в соседней комнате, которая сейчас принадлежала мне. В общем, когда милиция взломала дверь и оказалась внутри, говорят, Марина ещё была жива пару минут. Пояс от халата обмотал ей шею. Попытались снять, и он легко слез вместе с кожей. До неё уже дотронуться нельзя было. Одежду снимали с кожей вместе. Люди, кто доставал труп из ванной, говорят, в перчатках вылавливали её по частям, как вареную рыбу из супа. Слезшую кожу и пучки волос, прилипших к стенкам, сгребали в мешок. Соседи спохватились, сказали про сына и бросились его искать. Нашли на кухне в высокой эмалированной кастрюле. Лежал скрюченный, как эмбрион, детский труп. Пусто было. Я не помню, что бы об этом передавали в новостях или обсуждали между собой. И даже соседи вели себя так, как ни в чём не бывало. Так острее всего, понимаешь, что чужая смерть это просто статистика для тех, кто ещё жив. И знаете, больше, чем того мудака, я ненавидел саму Марину. Почему ей всё не имётся? Причём тут вообще я. Её рыбьи глаза ничего не выражали, изо рта не исходили никакие просьбы, а я зачем-то ей был нужен. Последнюю свою ночь дома я лежал на кровати, закрыв глаза рукой. Вторая свисала до пола. Запах мяса забивался в ноздри. Я почувствовал влажное, мягкое прикосновение к ладоням. Будто тычится мокрый собачий нос. Но нет у нас никаких собак. Я без споров согласился, чтобы меня забрали в клинику. Вот лечиться, как же. Мать стенала, что не уберегли. Отец в глаза не смотрел. Батка всё причитала про свой ужас. А я понятия не имел, какое отношение и страдания имеют ко мне. Но теперь кажется, всё позади. И это было не со мной. А я лежу на прохладной, хрустящей простыне, думая про всякую ерунду. Я даже по учёбе стал скучать. Не то, чтобы по друзьям. Вот слышу тихие шаги медсестры, которая подходит проверить капельницу. Потом дуновение спузняка. А потом она склоняется надо мной, чтобы поправить подушку. Я открываю глаза. Слепые белые глаза, облеплённые тяжёлыми веками, вступшаяся мокрая рука ласково опускаются на мою щёку. «Влад, — говорят, — эти расползающиеся губы, обнажая зубы, как у лошадиного черепа, бесконечно улыбающийся рот. Вырос? да, — устало говоря. И вновь закрываю глаза. Повторяю, да, мама. Субтитры создавал DimaTorzok